Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психофарма Той, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу, заброшу о плаке в мёртвых, разбивая молнии, сегодня попытаемся помочь вам, кому? Прежде всего, людям с гипосеротонином и характером, то есть тревожным людям, найти психиатра. При этом мы сегодня будем решать очень сложную задачу. Наш гуру Психофарма сказал, не избегайте сложных задач. Какие бы сложные задачи перед вами не ставили ваши зрители, решайте эту проблему. Сегодня проблема, как выбрать психиатра, если очень боишься психиатров. Ну, действительно, психиатров очень-очень боятся. А кто особенно? Люди с тревожным характером. Что это за люди? Это гипосеротониновый характер. Люди с плохо работающими серотониновыми нейронами, они не уверены в себе, они плохо контролируют агрессию и страх. Надо вам сказать, что очень часто люди придираются к нашему слайду и думают, что там есть доминирующие особи, подчинённые особи. Это у обезьянок. У людей всё не так, у них очень интересное общество. Вот у обезьянок, ну, как бы лидером становится тот, кто поспособней, у того, кто есть какие-то в характере ум, там ещё что-то. У людей не так. У нас очень часто продвижения, так называемые, социальные лифты работают по-другому. Так что не надо думать, что люди с гипосеротониновым характером тревожны, они обязательно внизу. Это не так. Это у обезьянок. Так вот, что эти тревожные люди испытывают? Тревожные расстройства. Почему? Ну, потому что у них падает активность серотониновых нейронов, и самые разные нейрональные системы поднимают голову. Они вообще склозны к различным расстройствам, гипосеротониновым, да, так можно сказать, в основе которых лежит падение активности серотониновой тормозящей системы. Ну, и, конечно, давайте, собственно говоря, смотреть, а вот как им найти психиатра. На самом деле, таким людям, психиатра, особенно, которые боятся психиатра, найти психиатра очень-очень сложно. Неслучайно есть такая шутка в психиатрии, самое главное, первым надеть халат. На самом деле, это так. То есть, психиатрии вообще, особенно в нашей психиатрии, конечно, кто старший, тот и прав. То есть, у нас в психиатрии, в общем, творятся такие дела, о которых мы много раз уже рассказывали. Ну, у нас очень часто препараты назначают, так называемые, лечения назначают административным волеизливлением. Вот, например, главный психиатр Москвы Костюк как-то обронил на конференции, посвященной 145-летию больницы. Мне ганнушкина, что шизофрения наша кормили. Конечно, кормилица для некоторых психиатров, потому что он требует, чтобы больных в психоневрологическом диспансере лечили, например, такими препаратами, как Ксиплеон. Одна инъекция стоит от 5 тысяч до 10 тысяч. Или Тревикта. Одна инъекция от 28 тысяч до 35 тысяч. Ну и, конечно, в общем, всем наплевать, что это препараты Ксиплеон и Тревикта являются препаратами самыми, которые способствуют развитию гиперпролактиномии, которые способствуют повышению уровня пролактина. Много раз об этом рассказывали. Ну а что такое гиперпролактиномия? Ну, это не только увеличение молочных желез, это не только лакторей, то есть истечение молока, это не только бесплодие, это остеопороз, увеличение массы тела, у женщин снижение либидо, нарушение строения спермы, бесплодие, тоже увеличение молочных желез, слоопороз, увеличение массы тела. Это еще и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, риск рака, в частности, риск рака груди, в том числе и у мужчин. Поэтому на самом деле психиатров есть за что бояться. И люди, которые боятся психиатров, я их понимаю. Ну, а вот взять, например, известного, мы много раз цитируем, профессора Иванова, который, пожалуй, самый лучший ученик академика Смулевича. Конечно, в общем, такого психиатра стоит бояться. Давайте послушаем. В монотерапии там делать нечего. Не работает ни один класс препаратов, и тем более ни один какой-то препарат у таких больных. В поле фармакотерапия в полном смысле слова 3, 4, даже 5 больше препаратов. Вот. Даже 10 можно препаратов, потому что не работают препараты. Понятно, что это очень-очень страшно. Только давайте так. Такие врачи не только в нашей стране, но и за рубежом тоже есть. Давайте это будем честно подчеркивать. Ну, понятно, что мне по роду деятельности приходится сталкиваться с пациентами, которые лечатся в Европе, в Соединенных Штатах, в Японии, в самых разных странах мира. Но, надо вам сказать, что там очень-очень такие же, ну, собственно говоря, назначения, как у профессора Иванова. Но есть просто пример поближе. Вот Латвия. Это, как вы понимаете, европейская страна, Прибалтика. И сейчас мы просто процитируем доктора Суитис. Артур Кашин. Подругу клеймит врач, что она подсела на лирику. Что ей посоветовать ему ответить? Ёмнутый ваш врач! Просто вот, что ему ответить. Потому что на лирику, Пригабалин, подсесть невозможно. Это габа-система. Это смазка мозга. Ну, ну, да. Ну, он даже, понимаете, вот еще раз, вот они даже не заглядывают, я имею в виду вот этих психиатров, они даже не заглядывают в инструкцию. Вот в инструкции четко написано, что есть случай развития зависимости. В инструкции описано, что препарат вызывает эйфорию. Ну, если препарат в качестве побочного эффекта вызывает эйфорию, то что будут делать люди, которые хотят эйфории? Ну, конечно, злоупотреблять будут этим Пригабалином, этой самой лирикой. Ну, и обратите, пожалуйста, внимание, недавний, сравнительно недавний, метаанализ. 3000 смертельных случаев от отравления габапентеноидами, это лирика, плюс габапентин, нерантин, за 16 лет только в Англии. То есть, это часть Великобритании, как вы понимаете, и далеко не вся Великобритания. Ну, и прямая зависимость между выпиской препаратов, прямая корреляция, и количеством смертельных случаев. То есть, в общем, тут все на самом деле понятно. Так что перед нами действительно серьезная задача. Психиатров есть за что бояться, еще раз говорю. Психиатры действительно могут быть страшными. Психиатры действительно могут приводить вот к таким смертельным исходам. Значит, что в этой ситуации может сделать человек? Боюсь, конечно, может сделать только тот человек, у которого, к сожалению, есть деньги, потому что выбор, я думаю, возможен только в пределах частной психиатрии. Вот здесь, ну, во всяком случае, платной психиатрии. Я думаю, что так, думаю, что никто не будет со мной спорить. Но, тем не менее, есть такая возможность. Еще раз, перед нами задача. Психиатр, который не является психиатром, можно ли такого найти, и можно ли подобрать вот для такого больного, который очень боится психиатров? Можно. И мы такого психиатра вам нашли. Кто это такая? Это София Роттермель, журналист из Германии, который заканчивал интернатуру по неврологии в Сеченовском университете, теперь всем. Которая защищала кандидатскую диссертацию по молекулярной, это предположительно, поленгулярной медицине, раку крови, которая неизвестно, где изучала психиатрию, и психотерапию, но которая представляется психиатром из Германии, хотя проживает, ну, проживала во всяком случае еще год или два тому назад, она проживала в Чехии. Во всех случаях давала такой адрес. Значит, о чем она рассказывает? Вот пример. Еще раз. Вот мы вам нашли. Итак, перед нами психиатр, который фактически невролог или специалист по маникулярной медицине, она рассказывает о паническом расстройстве. Несколько просто слов о паническом расстройстве, чтобы вы поняли. Это не просто приступы паники. Вот многие думают, паническое расстройство, приступы паники. Нет, это особые приступы паники. Они, эти приступы, отличаются особенностями определенными. Они должны быть тяжелыми. Они должны повторяться в течение одного месяца. И самое главное, они должны возникать при обстоятельствах, не связанных с объективной угрозой. Это очень важно. То есть, абсолютно на ровном месте. И никак не должны быть ограничены известными предсказуемыми ситуациями. То есть, ещё раз, они возникают на ровном месте в совершенно любой ситуации. Нет связи между ситуацией и панической атакой, чтобы поставить диагноз паническое расстройство. Если панические атаки, например, возникают каждый раз при выходе на улицу и только там, или при том, что вы входите в самолёт, это уже другие психические расстройства. Ну и вот София Роттермель, которая невролог, называется психиатром. Как она советует лечить эти расстройства? Ну, во-первых, она рассказывает, что страх не пройдёт. Поэтому, когда кто-то мне говорит, доктор, я буду снова жить нормальной жизнью, я пойду на учёбу, на работу, когда страх пройдёт, так вот это вот настроение совершенно некорректное, страх не пройдёт. Не пройдёт. Почему не пройдёт страх? Потому что лекарства не помогут. И самое главное здесь, конечно, не делать большую ставку на медикаменты, потому что это такая советская установка. Ещё сейчас я какие-то таблеточки курсом пропью, и мне станет лучше. Не станет лучше. А вот что делать нужно? Нужно, конечно, обращаться к самой Софии Роттермель. Что она предлагает? Самое интересное, помните, да, что панические атаки никак не связаны с ситуациями, да? Она собирается лечить панические расстройства, прорабатывая ситуации, в которой возникают панические атаки. Поняли, да? То есть, понятно, что она не является психиатром. Понятно, что она, скорее всего, невролог. Ну, и, может быть, ещё кто-то там, специалист по молекулярной медицине. Но и она советует с ней заниматься психотерапией. И обратите внимание, один раз в неделю в течение трёх-шести месяцев. Так что на самом деле, ещё раз, мы вам нашли. Психиатр, который не является психиатром, психиатр, который не является психиатром и не назначает таблетки, несмотря на то, что было очень и очень трудно, но мы вам нашли. Так что даже человек, я считаю, что он имеет право, который боится психиатров, может найти псевдопсихиатра, с которым может иметь дело, и который, обратите, пожалуйста, внимание, да, он не поможет, потому что он лечит не то. Но, во всяком случае, он не навредит вам, потому что он не будет назначать вам таблетки. Так что это, в общем, довольно безопасный способ. Как всегда, мы советуем вам подписаться на наш канал. Обратите, пожалуйста, внимание, то, что только мы серьёзно разбираем проблемы выбора специалиста пациентам с разными особенностями, потому что один боится лекарств, другой боится болезни, третий боится психиатров, четвёртый ещё чего-то боится. Мы это обязательно будем разбирать, если вы подпишетесь на наш канал, если вы нам напишите коммент, если вы нам поставите лайк и станете нашим спонсором. Ну и, как всегда, до новых встреч!